Всем привет! Меня зовут Ксения, я блогер-миллионник, студентка третьего курса, вегетарианка и просто счастливый человек. Вы на моём канале, где я рассказываю истории своей жизни, и сегодня мы поговорим про курение. Я выкурилась в 14 лет, я вам расскажу свою историю, как я вообще курила, почему я бросила, и как мне удалось бросить так, что мне вообще не хочется возвращаться к курению. Я уверена на 205%, что я никогда к этому не вернусь, потому что у меня очень изменилось мышление, взгляды, вкусы, вообще не представляю сейчас себя курящей. Начала курить, когда мне было 14 лет, я была в восьмом классе, это был 2017 год, я была отличницей, такой примерной девочкой, но при этом и тусовщицей. То есть никогда ботанкой я не была, я всегда была за любой движ, за любой кипиш, на любую тусовку, там, выпить гаража после уроков, что-то такое, я вообще всегда была за. Но при этом хорошо училась, мне никогда это не мешало. И мои одноклассницы, с которыми мы общались, они курили, и они были такие, ну не то что крутые девчонки, но знаете, те, кто общаются со старшеклассниками, встречаются со старшеклассниками, их зовут на все тусовки, вот такие девчонки, я с ними общалась, и они курили сигареты, как-то раз после школы или вместо какого-то урока мы пошли курить. В общем, как это было? У нас около школы был какой-то такой дом, куда можно было, открытый подъезд, куда можно было зайти, и в этом доме, в подъездах были такие балкончики, куда все ходили курить, целоваться и все такое. И вот мы как раз поднялись на какой-то высокий этаж, стояли на этом балкончике, и я попробовала свою первую сигарету, это были кис, то ли шоколадные, то ли манго, короче, что-то такое. И как-то я не могу сказать, что мне очень понравилось, мне очень понравилась эта атмосфера, что, типа, курю с девчонками, мы сплетничаем на каких-то балкончиках, как из сериала про подростков, там, дряные девчонки, все дела. У меня это не вызвало какого-то восторга, я не помню, даже кашляла я или нет, мне кажется, что нет, мне кажется, что как-то я вообще, ну, нормально, и я даже не помню, курила я в затяг или нет, короче, вот как-то и так это прошло. У меня была больше тревожность, что потом от меня пахло этими сигаретами, мне это безумно не нравилось, потому что я с какого-то очень раннего возраста пользовалась духами, у меня очень следило, чтобы от меня вкусно пахло всегда, и от меня пахло этими сигаретами, я думаю, боже, какой отстой. Но мы продолжали вместе тусить, общаться со старшеклассниками, там, ездить куда-то на какие-то тусовочки, и, конечно, сигареты нас сопровождали, тогда купить сигареты было несовершеннолетним, очень просто, во-первых, сюда можно было у кого-то стрельнуть, это вообще не было проблемой, во-вторых, было куча магазинов в Москве, каких-то ларьков, где продавали, не спрашивая документы, и вообще сигареты стоят дешево, никаких проблем с этим не было. У нас было много ситуаций, когда забирали моих одноклассников в ментовку от школы, потому что они стояли, курили около школы, у нас было там несколько мест, типа курилок, и прям менты подходили, забирали меня ни разу, девочку вообще, по-моему, не забирали, забирали в основном парней, и наша классная руководительница ездила забирать моих одноклассников, а потом, конечно, читала нам лекцию, что вы тратите деньги на эти сигареты, лучше бы там кому-нибудь помогли, ну, подростками мы не особо в это вникали, она нас спасала и выручала, на самом деле. Так вот, с 14 по где-то 16 лет я курила сигареты, вот эти всякие кис, Харвест я курила, Чапман с вишней я курила, Чапман с вишней были мои любимые сигареты, из-за того, что я каждый день ходила в школу, каждый день виделась с девчонками, постоянно стреляли друг у друга, но, нет, своя пачка у меня тоже была, я ее прятала от родителей, то есть, естественно, там не палилась, у меня даже была ситуация, когда мы покурили с другом после школы, около метро, и потом я пошла домой, и я обшикала всеми этими духами, короче, пожевала все жвачки, помыла ручки, но у меня все равно пахло от одежды, и я пришла домой, а я была такой белоручкой, короче, я дома ничего не делала, в смысле, я не стирала, не убирала, не готовила, потому что у меня всем этим занималась мама, а я реально очень много училась. В перерывах, что курить, нет, ну реально, я много училась, постоянные репетиторы, кружки, я всем чем только не занималась, поэтому я кидала свою одежду в общую корзину грязную, и мама мне говорит, типа, у тебя вообще-то одежда сигаретами пахнет, это что такое, но у меня друг курил, и он курил, не то чтобы в открытую, но родители мои знали о том, что он курит, и я такая, типа, это он, это не я, мама такая, ну ладно. С сигаретами был постоянно какой-то напряг, то есть их надо было скрывать от родителей, да, и даже у меня один раз была такая ситуация, это было лето, у меня была своя пачка, и я летом жила вдвоем с папой, мама с моим младшим братом, они уезжали за город, и думала, где спрятать пачку, чтобы папа точно не нашел. Знаете, где я ее спрятала? В прокладках. Я думаю, ну туда, вот прям в упаковку засунула, то есть я внула прокладки, засунула, типа, пачку сигарет, я думаю, ну даже если папа увидит, он же туда не полезет, правильно, правильно. Я считала, что это гениальное решение, это просто вот, я считала, что я просто мегамозг. Знаете что, я потом забыла про эту пачку, и приезжает мама, и она мне говорит, мне нужны прокладки. Я говорю, да, иди возьми. Она открывает, там вместо прокладок, блин, сигареты. Я сказала, что это сигареты моего парня, но так уже мне не очень поверили, но какого-то трэша не было. В 16-17 лет я начинаю понимать, что я устала от сигарет, потому что от меня постоянно плохо пахнет, надо постоянно скрывать, короче, какие-то мучения. И мне мой парень подарил джул. Это тогда было мега популярно, все ходили с какими-то такими электронками, либо лоджики, либо джулы были. Да, был такой розовый джул, очень красивый. Любимые картриджи были с табаком, что я забыла? С манго. Вот этот весь красивый эстетичный дым, постоянно вот эти истории, фотки с этим дымом. Я постоянно с ним ходила, я с ним засыпала, я с ним просыпалась, он же вообще никак не пах, он легко заряжался, все было очень эстетично. Мне вообще в курении больше всего нравилась эстетика, когда ты вот этот дым очень красивый, поделать какие-то фотографии. Вот сам процесс курения, не могу сказать, что мне как-то нравилось, мне нравилось больше вот это вот что-то красивое. И вот я так курила этот джул очень много лет, потом я его продала, оно мне просто надоело, и я перешла на шкедишки, которые одноразовые, дешевые, их просто вообще купил, покурил, выкинул. Но еще когда я курила джул, у меня начала повышаться тревожность. И я постоянно чувствовала себя тревожно, но я не придавала этому значение, я думала, блин, ну у меня там много стресса, экзамены, ЕГЭ всякие, ну типа да, олимпиады, я очень много училась, реально 24 на 7. Я связывала это с учебой. Потом я стала замечать, что когда я просыпаюсь и утром курю джул, там на голодный желудок, позавтрак готовлю, у меня уже начинается тревожность очень сильная. Но если я его не курю, то вроде как и норм. Потом я его продала, перешла на HQD, и у меня эта тревога только усиливалась. То есть я вот курю HQD немножко, пару затяжек, все, мне плохо, у меня тремор какой-то, мне тревожно, вообще меня их не успокаивает, нифига. И я поняла, что блин, ну какой-то отстой, надо это все бросать, потому что у меня реально от этого развивается безумная тревожность, потом еще какие-то головные боли. Я ушла с электронок. Уйти с электронок было безумно тяжело. От сигарет мне было так тяжело оказаться, как от электронок, потому что, чтобы покурить сигарету, тебе нужно там выйти на улицу, потом от тебя пахнет. Короче, там у меня у каких-то сложностей. С электронками таких сложностей вообще нет. Ты можешь ее курить где угодно, когда угодно и сколько угодно. Я встречалась с бывшим парнем, у него была тоже электронка, у него еще QQD и такие поды. Он в туалет ходил с этой электронкой. Он во время секса, извините, затягивал с этой электронкой. Просто он жил в руке с этой электронкой. Мне даже смотреть на него было надо страшно. Я думаю, блин, нет, это что-то не ок, надо вообще бросать этим заниматься. Но я бросила курить, вот эти все QQD. Но из-за того, что у меня в окружении у всех были поды, у всех были сигареты, все равно я там на каких-то тусовках или не на тусовках у парня своего бывшего постоянно брала и что-то затягивалось. Еще была одна ситуация, как раз таки, когда я вот курила джул, я как-то прихожу домой и захожу в свою комнату и вижу, как у меня на столе гора подов из-под джула, всяких упаковок и всего прочего. Короче, пока меня не было дома, у меня мама нашла сумку, где у меня хранились все эти поды, вывалюнула это все на стол и такая, типа, а это что? Как настоящий подросток, жутко на нее разозлилась, такая, а ты не соблюдаешь мои личные границы, ты почему роешься в моих вещах? А она рылась, потому что ей что-то было нужно, какой-то, короче, что-то ей было нужно в моей сумке и увидела все эти поды, но тоже никого трэша не было, она просто там сказала, что это вредно, зачем ты тратишь на это свое здоровье, свои деньги. Как же я бросила курить? Это произошло в 19 лет, я переехала от родителей, стала жить одна, и у меня в квартире был балкон. Я думала, все, я буду курить здесь 24 на 7. Блин, покурить, это так легко, это так вредно, у нас все в мире, то, что легко получить, это очень вредно, знаете, легко попить с алкогольм с друзьями, но сложно поехать с друзьями покататься на лыжах. Легко покурить, но сложно, не знаю, там прочитать книгу на английском. Не нужно делать над собой усилия, потому что любая жизнь, успешная жизнь, она в усилиях над собой, и, конечно, она в хорошем самочувствии. Я сейчас почти не пью алкоголь, но намного-намного меньше, например, чем в подростковые годы, и если я пью, то я пью только вино, только хорошее вино, дорогое, вкусное. Вот я не курю там, я хожу на спорт, и я вижу, как моя жизнь меняется, как я себя хорошо чувствую, как я внешне лучше намного выгляжу. Когда привыкаешь делать какие-то усилия над собой, отличаться от общества, то есть, да, не курить и не пить очень сложно, потому что это социально одобряемо, то есть, если запрещенные вещества у нас порицаются как-то, то алкоголь и сигареты у нас вообще никак не порицаются, и это вроде как, если ты там куришь и пьешь. Глюкоза сказала там, а где детям курить, давайте сделаем курилки. Ну, конечно, шутки шутками, но это полный бред, потому что нужно продвигать массу эту идею о том, что, блин, это не окей, пить не окей, курить не окей, нужно уметь расслабляться без этого. Вы сейчас все не хейтили блогеров, которые пропагандируют там какие-то медитации, даже выжатые соки, йогу в 6 утра, это объективно намного круче, чем выкуренная сигарета на голодный желудок. Я за вот такой вот вайп жизни. Теперь мой самый главный совет, как бросить курить, психика наша, она не терпит пустоты, то есть, когда вы перестаете что-то делать, вам это конкретное действие нужно заменить на что-то другое, потому что если вы просто перестанете это делать, у вас какое-то время освободится, и вы просто тупо не будете понимать, чем себя занять. То есть, например, я вот учусь, работаю, там, да, сижу за компьютером, несколько часов я устаю, у меня болят глаза, у меня уже все болит, я думаю, перекурно уже нужно выйти, покурить. Если я просто брошу курить, то когда я захочу сделать перерыв, я просто растеряюсь, а что мне делать? Раньше я выходила покурить, а тут нечего делать, и вероятность, что я сорвусь на 100%, потому что я захочу отдохнуть, снова выйду покурить. Нужно это заменять, и желательно не едой. Очень многие поправляются, когда бросают курить, только потому что они начинают себя поощрять как-то едой, заменять это едой. Нет, нам нужно есть, только тогда вы испытываете чувство голода. Заменить это можно совершенно разными вещами, которые вас радуют. Делать масочку для лица, если вы работаете из дома, если вы где-то там в офисе, не в офисе, с хейп-правитненький яш, если вы выходите с коллегами покурить там на перекур, вы все еще можете с ними выходить и не курить, выйти со стакана воды или чая, или кофе, пить это, то есть чтобы просто занять рот, потому что на самом деле очень важно, у вас же выработалась эта привычка, нужно просто эту привычку что-то другое. Я, например, в одно время хотела сократить количество кофе, который я пью, потому что я могла 5-6 чашек кофе в день выпить, потому что я там гуляю, я работаю, я езжу съемки на съемку, и все это время захожу и пью кофе. Я стала просто брать свежевыжатый сок. В шоколаднице 200 рублей он, по-моему, стоит, 200 миллилитров, я просто захотела и вместо кофе брала свежевыжатый сок. И у меня вырубилась привычка, что сейчас, если я где-то, то я очень часто могу скачать свежевыжатый сок вместо кофе, потому что я вот эти привычки заменила. И на самом деле это универсальный лайфхак. Хотите перестать что-то делать, заменить это на что-то другое, что вам тоже нравится. Нужно, конечно, проявить немножко силы воли, но без труда не выловишь рыбку из пруда. Не курите, не пейте, живите свою лучшую жизнь, чувствуйте себя хорошо и радуйте себя. Целую. До новых встреч.